Щелковские депутаты провели внеочередное заседание Совета. В соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации разработано и утверждено положение о муниципальном лесном контроле. Депутаты ввели его в отношение лесных участков, которые предстоит перевести в собственность городского округа Щелково. Речь идет о таком понятии, как городские леса. В них запрещается охотиться, ввести сельское хозяйство, строительство, изменять границы леса, уменьшать его площадь, создаваемый специальный контрольный орган будет отслеживать соблюдение законодательства об использовании, охране и защите лесов, их воспроизводстве и разведении. Должностные лица, уполномоченные проводить контрольные мероприятия, определяются администрацией городского округа. В документе описан механизм плановых и внеплановых проверок на объектах, которые расположены на территории городских лесов. Контрольный орган вправе проводить проверки, по результатам которых за нарушение экологического законодательства виновные будут привлекаться к ответственности. На заседании также состоялось рассмотрение изменений в бюджет городского округа на текущий и на 2022 и 2023 годы. Внесение изменений в бюджет связано в связи с тем, что внесены изменения в государственные программы Московской области, которые предусматривают нам дополнительные отчисления в виде межбюджетных трансфертов и соответствующие изменения внесены в нашу программу. После внесения изменений в основные финансовые документы городского округа общий объем доходов на 2021 год составит 10 млрд 322 млн рублей, расходов 11 млрд 137 млн. На 2022 год объем доходов составит 9 млрд 829 млн, расходов 10 млрд 426 млн. На 2023 год соответственно 8 млрд 943 млн и 9 млрд 225 млн. Андрей Циханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...